И мы сейчас уже проработаем создание дополнительных информационных ресурсов по вопросам целевого набора. О целевом приеме для Дальнего Востока можно будет узнать на портале «Работа России». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила Минвостокразвитию создать раздел о целевом приеме на общероссийской базе в вакансии и резюме, а также начать оценку потребностей резидентов ТОР в кадрах. Об этом парламентарий заявила в ходе правительственного часа. Мы, Единая Россия, разработали закон о целевом наборе, который впервые даст гарантии территориям опережающего развития, бизнесу на этих территориях, готовить специалистов за счет государства. Мы предлагаем министерству уже сейчас начать формировать список запросов по территориям опережающего развития в этом вопросе. Поправки в закон об образовании, подготовленные Ириной Яровой, дадут возможность каждому абитуриенту иметь равный доступ к целевому обучению. Нормы впервые сделают систему максимально прозрачной, обеспечив принцип доступности равного права открытого конкурсного поступления на целевое обучение абсолютно для всех выпускников школ. Работодатели, в том числе резиденты ТОР, при этом получат возможность с горизонта планирования в вопросе привлечения кадров. Кроме того, наряду с бюджетным целевым набором, законопроектам также предлагается ввести открытый и доступный всем целевой набор вышеучебное заведение за счет частных инвестиций. Мы уже обсуждаем с министерством вопрос о том, чтобы та программа интереснейшая, кадровая программа, которую реализует министерство, была усилена и дополнена вместе с Министерством труда и социального развития по порталу «Работа в России». И мы разработаем дополнительное предложение к тому, чтобы это было реализовано. Необходимо, чтобы решения, которые связаны с созданием новых рабочих мест на Дальнем Востоке, были сопряжены с возможностями для молодого поколения. Это особо подчеркнуло в своем выступлении вице-спикер, который курирует в Государственной Думе работу Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Лиса Натыпова, информационное агентство «Камчатка».